Так, ну что же, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Мамору, и сегодня мы поиграем в эту увлекательную группу Террари. С момента прошлой серии вы можете видеть очень большие изменения. Для начала, хотел бы сказать, что я создал новую карту, это совершенно новая карта, отличается она практически всем. Вот, также у меня сейчас новый персонаж, зовут его Мамору, как ни странно. Вот, эта карта представляет собой просто мое гигантское здание, в котором у меня живут жители в нескольких комнатах. Ну, небольшие этажи, сундучная, ферма этих, ну, грибов, в общем. Также ферма цветов, платформочки, это можно купить, кстати, у Ши, которая является, сейчас, как бы мне не соврать, является... Дайдрей, да. Вот такие дела. В сундуках у меня ничего необычного есть, обычные ресурсы. Я старался экипировать этого персонажа как можно более похожим на того старого. Но некоторые вещи я не мог не упустить, например, призрельцы сапоги. Они крафтятся из обычных красных сапогов, если они у меня есть, они у меня обязательно есть, только не здесь. Они у меня есть в начальных сундуках, когда я создавал мир, я спускался в пещеры и создавал, и копался в них. Вот такие ресурсы я смог надыбить, облако, бутылки, вот. Ботинки Гермеса. Как раз из ботинок Гермеса и летающих сапогов, и вот такой у них прикольненький эффект. Они могут летать и ускоряться, одновременно. Следующее, что хотелось бы сказать, то, что, допустим, вот, еще один аксессуар, это облако в шаре. Облако я надыбал на одном из островов летающих, и облако в бутылке. Вот, на этом верстаке можно их скрафтить. Сейчас бы хотелось скрафтить, надеюсь, у меня есть это. А, нет, я не могу их скрафтить пока что. У меня нет Эглета. У меня должен быть где-то Эглета, я не уверен. Ну, ничего, скрафтим, если что, в следующей серии. Я сейчас посмотрел по шаристу сундука, попробую его найти. Я нашел все-таки этот Эглет. Так, Эглет. Призрачные сапоги. Так, закроем. И последний инструмент, что нам нужен, это... Браслет ветра. Эти все предметы можно найти в обычном мире, в сундуках. И молниеносные сапоги, самые крутые сапоги, они очень быстрые. Может быть, наверное, быстро. Да, вот они. Что дальше? Так, где у меня монеты? Монетки, вот они, монеты. Можно увидеть, 4 платины. Сейчас объясню, почему так много. И все эти монеты были получены благодаря этой ферме. И как ее строить я уже показывал в другом видео. У меня тут просто гигантское количество идет гелия. Гелий я продаю одному из торговцев и получаю монетки. За монетки я, ну, я просто слагирую пока что монетки. Так. Фонтаны я также купил. Эти платформы я покупал. Вот они. Ферма адских цветов. Их я потихоньку выращиваю и собираю. А использую я их в зелье варенье. Так, еще что бы хотелось сказать, немаловажное. Засобираем все-таки их. Последний остался. Вот и хорошо. В этом сундуке у меня хранятся все ресурсы, которые мне связаны с зелье вареньем. Упавшие звезды, грибы, земляные блоки, гелии, кладка смерть травы и другие. Все хранится у меня здесь в этом сундуке. В этих сундуках, я как уже говорил, у меня находятся вещи хламовые. Этот артефакт и этот артефакт у меня были получены в ходе путешествия по данже, который скелетский. Вот этот данж, вот он, этот данж. И в одном из сундуков я находил эти штуки. Один из них, это предполагаю, у меня запись вылетела. Так что, продолжаем. Данный артефакт, сейчас даже скажу, как он называется. Колдовской стол. Он нужен для того, чтобы кастануть на меня закол... Так, заколдованный, ладно. Чар называет заколдованный, и я с помощью пасха слизней, которую выбил на этой ферме. Которую активирует при нажатии на повторитель. Призывается слизня. Так, хорошо, я выключу ее пока что. Призывает слизня. А благодаря зачарованию, я могу их призывать сразу два. Это очень хороший баф, который, ну, мне так кажется. Благодаря этой ферме слизней, я смог получить 45, аж 45 баннеров. Я убил больше 2000. Читаю, по-моему, 2500, даже больше. Сутками напролет. По-моему, у меня уже 12 часов наиграны на этого персонажа. Дальше. Поехали сюда, и здесь вы можете видеть гигантское просто пространство. Создал я его для борьбы с боссами. Мне оно очень понадобится. Также я буду с ним на нем бороться с гарпиями и со всякими такими нежичьми, которые появятся после хардмора. Так, ой. Да, крюк. Огненный плеть, огненный цветок. Я все получил в Нижнем мире. Блин, сейчас давайте спустимся в этот Нижний мир. Ой, куда? Страшно, блин. Аккуратнее. Так, прежде чем спуститься в Нижний мир, я хотел бы показать то, что, ну, эти механические двери, я думаю, знают, как делать каждый. Это несложно. Нужно лишь разместить... Еще раз помню. Вот. Нужно разместить кусачки... Гаечным ключом провода, которые... Вот эти вот провода... Ну, в те места, где у нас будут непосредственно механизмы. И хотя бы один блок должен быть на активаторе. Один блок провода имеется в виду. Так, ну что ж, давайте спустимся вниз и вот эти... Ну да. Пока будем спускаться. Так. Ну что ж, поехали. Так, еще... Освещение тут, ладно. Чтобы было светло, я спускаюсь вниз. И это будет очень некрасиво, на мой взгляд. Так, еще хотел бы сказать, что у меня есть внутри. Демоническая коса у меня выпала. Она из монстра, который обитает в Нижнем мире. Обсиданная роза тоже из Нижнего мира. Дискомфорт я раскрасил. У нее уже был. Космический стрелец был. Водяная стрела выпала из данжа. С скелетрона. Ну, в принципе, все на этом. Потому что все, что можно было, в принципе, вообще из данного режима, вот выжить просто по максимуму, у меня все выжил. Ну, лечебные зелья, зелья маны, это все понятно, надеюсь. Так, вот. Слизни хорошо справляются с задачей убивать всех. Зелья я скрафтил, сразу скажу. Так, надо убить этих демонов. Хотел бы сказать, что у меня происходит в воду. Как вы можете видеть, подо мной сейчас находится... Ой. Суть не упал. Ой, чувак, у тебя кукла Вуду. Стой, иди сюда. Кукла Вуду. Хорошо, главное, чтобы она в лаву сейчас не упала, потому что не хочу я сейчас бороться со стеной плоти. Я пока ничего не готов. Да. Я готовился, сразу скажу, я готовился очень усердно к битве с стеной плоти. Я просто взял, включил лаву книгу и просто начал ровнять. Дай отсюда, и можете видеть, какое гигантское расстояние я выровнял. Просто вот это вот все. Сейчас даже я сделаю вот так вот. И просто вот это гигантское расстояние я выровнял, чтобы здесь вот призывать стену плоти. И уже постепенно отступать. Умирал я не раз, скажу так. И это было долго и муторно. Также в процессе добывания добыл адской руды, которая мне нужна будет сейчас, чтобы скрафтить себе новую бронь, новые инструменты, новые доспехи. Хорошо, дальше. Я, ну, все инструменты, которые те выпадали с адских крепостей, я оставил здесь вот. Стрелы от скиллук. Я буду им убивать босса непосредственно. Обсидиана я сейчас возьму. Он получился с той воды, которая залилась. У меня тут нету зелек, да? Хорошо. Просто дело в том, чтобы было зелие обсидиановой кожи. Чтобы получить зелие обсидиановой кожи. У меня вот сколько обсидианов уже. Чтобы получить зелие обсидиановой кожи, нужно обсидиан, как ни странно. Сейчас, если я его найду. Ой, я его не нашел. Плохо. Я не помню уж, как он у нас делается. Так, гид. Создание. Обсидиан. Вот у нас зелие обсидиановой кожи. Нужен огнецвет и водяной лист. Хорошо. Огнецвет и водяной лист. Возьму с собой парочку огнецветов. И водяной листок. В водяных листок. И брюки превращаются в зелие обсидиановой кожи. Аж пять получилось. Неплохо, скажу вам. Так. Следующий этап, то что мы переплавляем все слитки, которые у меня получились, отской руды. Сейчас я покажу, как я ее добывал. Для этого нам снова придется спуститься в ад, но для этого нам нужно изделие обсидиановой кожи. Так, давайте я сейчас найду. Слитки, 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 слитки. Где вы? Что-то, что-то я не могу даже тут найти. Они у меня вроде есть. Обсидиан, адская руда. Да, что еще у нас для этого? Странно, странно, странно. Может я слепой? Может я слепой. Скорее всего я слепой. Метеорит. А, я взял... Стоп, адская руда. Адская, ну. Ааа! Я тупой. Я тупой, ребята. А, для того, чтобы переплавить адские слитки, адскую руду в адские слитки, нужны... Адская печка. Адской печки я специально домой не брал, поскольку не хотел... Ну, хотел, наоборот, приблизить к старому. Все. Как было у меня в том мире. Но это новый мир, и придется сейчас... И раз я записываю летсплей, то можно будет... Перенести... То, что у меня было там. Так, хорошо. Так, можешь вверх уйти? Хорошо. Огненный цветок, кстати, я тоже нашел в... О, знамя это очень выше в аду. И... Ну, блин. Спускаемся мы уже очень долго. Манна. У меня, по-моему, даже 200 было. Ну и хорошо так. Давайте слитники, убывайте все их. Так, и... Адская печь. Возьму, ну, пожалуй. Пусть не будут брать. Что делаем дальше? Мы выпиваем зелень. Обсидианная кожа, я покажу, как добывается адская руда. И поехали. Находим источник, и просто его добываем. Нам не будет за это ничего, абсолютно. Поскольку у нас есть баф обсидиановая кожа, имитет к лаве. А поскольку адская руда, это лава, поэтому нам ничего не будет. Если мы выпьем без этого бафа, то мы просто сгорим в лаве. Вот таким вот простым образом мы добываем адскую руду. Это просто, блин, гениально, мне кажется. Я не буду себя хвалить, но... Так думал, это и я. По крайней мере, я никого не смотрел. Хорошо. Добыли. Я не помню, было у меня магическое зеркало, но я нашел его в джунглях. Хорошо. И теперь мы убиваем обычную печь. Ее удаляем попросту. И ставим адскую. И вот они. Слитки адского камня. 99. Мне за глаза хватит. Так. Хорошо. Положим отсюда, отсюда. Вот таким вот образом. Хорошо. Нет, я, пожалуй, уставлю это. И что мы с крафтим? Для начала броню. Первое. Основное броню надо скрафтить. Заменим эту. И, пожалуй, эту просто сложим в сундук. На долгое, мутанное ханине. Дальше. Посох черти. Призывает беш, сразающийся за вас. Новый уровень призыва. Так, посмотрим. Вау. Я могу призвать и слизня, и чертенка. Прикольненько. Буду даже с этим сражаться. Следующее. Херка. Ага. Мало слитков. Хорошо. Не проблема. Скрафтим еще. И все. На этом у нас слитки кончилось. Кончились. Это петель. Я надеюсь, третий раз у меня террорий не вылетит. Я очень на это надеюсь. Хорошо. Дальше. Великий Пламенный Меч. Я тоже, пожалуй, скрафчу. Он лучше Миромассы в сотню раз. И... Адский Молот и Топор. Все. На этом, в принципе, все. И постепенно, маленькими шажками, я иду к тому, чтобы убить стену плоти. Ой. Жду не дождусь. Когда же я убью стену плоти, я буду буквально каждую серию записывать на камеру. Поскольку там будет происходить столько экшена, столько всего интересного, что прям... Ребята, вы не представляете. Хотя много играли уже людей в террорию и, возможно, даже представляют лучше, чем я. Вот. Тем не менее, у нас уже выросли наши луна светы. И постепенно, так, маленькими шажками, я уже развиваюсь, как-то скажем. Дереварение и все такое. Вот, хорошо. Звездочки. Я их собрать не могу. Вот, хорошо. Так. Хотелось бы еще напоследок, наконец, в серии показать, что я сделал гигантское, глобальное. Вот, допустим, мой дом, да? Я вот дальше, по-моему, по возможности буду продолжать вверх. И вот это. Просто, вот, ребят, гигантская платформа. Она не доделана. Много недостатков в ней, вы можете видеть. Но она почти до самого края и почти до самого конца карты. Что она себе представляет? Просто блок 3х3 из земли. После 3 блока прогал и 3 блока каменного керча. Просто вот сплошняком. Это сделано для того, чтобы, когда я перехожу на хардмод, режим начинает, ну, порча и святые земли, которые появятся, они начнут распространяться просто глобально. Это мне не нравится. Я хочу контролировать их и оставлю некоторые моменты. Для этого я уничтожил всю порцию на своей земле, как можете видеть. Сейчас даже уши, спрошу статус. У меня всего 1% искажений. Это 1% он находится под землей. То есть, не смог выбросить его. Убирал я с помощью очистительного порошка. Который преобразовал все в... Как ни странно, в обычную землю. Так вот. Интересно, а двух чертей смогут? О, я двух чертей призываю. Значит, мне эта херня нахер не нужна? Я двух чертей призвал. И они летают, они сквозь стену, по-моему, проходят даже. Ну ладно, хорошо. Вот. Когда я перейду на стену плоти. Убью стену плоти. Как я уже раньше говорил. То, что искажения и святые земли. Они будут распространяться по моей земле. Я хочу контролировать все это. Я не хочу, чтобы на моей земле были искажения и святые земли. Я не хочу, чтобы спамнились те мобы, которые там находятся. Они такие надоедливые. Не то, что я их убить не могу. Они просто надоедают. Они спамницы, спамницы. Я не хочу, чтобы они были не возле моего дома, нигде еще либо. Так вот. Поэтому я сделал так. Также тут у меня немножко деревьев растет. Ну, ничего необычного. Вот это. Так, что еще? Хотелось бы сказать. Но, в принципе, я все сказал. Все, что можно было. Так, я, может быть, забыл кое-что, но... Стену в плоти. А, да. Еще хотел сказать, что у меня тут есть такой вот... Филипп. Он пришел такой. Эй, чувак. Привет. Давай. Я у тебя поживу. Такой. Ну, квест. В меду. Вылови рыбу в меду. Я такой. Ладно. Рыбу я ловить не умею. Я ни разу не выполнял его квесты. У меня ни разу этого не получалось. Ребята, если вы мне поможете с советом, я буду вам очень благодарен. Ну, что же, на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Мамору. Всем удачи, всем пока. Не забудьте подписаться на мой основной канал. Ссылка будет, как всегда, в описании. На этом все. Всем удачи, всем пока. Выздоравливайте, ребят, и никогда не болейте. Потому что я немножко сейчас приболел, и у меня немножко... Ну, температура 38, ну, живу пока. Всем удачи, всем пока. Не болейте.